Продолжаем готовиться к экзамену по физике 2019 года, квантовая механика. Следующая тема – волны Дебройля и связанные с предсказанием Дебройля опыты по дифракции частиц. Гипотеза Дебройля очень простая и выражается одной формулой. Она была сделана Дебройля в каком-то смысле по аналогии с известными корпускулярными свойствами кванта света, когда было показано, и это мы видели в опыте по фотоэффекту, в опыте Комптна, что квант света, фотон, обладает некоторыми энергией и импульсами. Дебройль предположил, что аналогичная связь между длиной волны некоторого волнового процесса, связанного с частицей, и импульсом частиц, существует и для материальных частиц. То есть формула Дебройля – это лямбда, длина волны, некоторого волнового процесса. Это постоянная планка делить на импульс частицы. Причем надо заметить, что гипотеза Дебройля, формула Дебройля, она релятивистки инвариантная. Она применима и для медленных частиц, и для частиц, движущихся с релятивистскими скоростями. Это ее в каком-то смысле выделяет среди остальных формул квантовой механики, которые мы изучаем в нашем курсе, потому что в основном у нас квантовая механика нерелятивистская. Формула Дебройля, она из этого ряда выбивается на релятивистские инварианты. Еще раз, гипотеза Дебройля предсказывает существование у материальных частиц волновых свойств. Как только такое предсказание возникает, естественно, сразу нужна его проверка. И естественной проверкой волновых свойств частиц будет являться опыт по дифракции или интерференции. То, в чем волновые свойства обычных волн, волновые свойства электромагнитных волн, проявляются наиболее ярко. Но чтобы искать такие свойства, нужно понять, где их искать. Каков порядок величин длин волн, которые нужно искать у каких-то реальных частиц. Давайте просто сделаем простую оценку. Тот масштаб скоростей, масс, размеров, с которыми мы имеем дело в быту. Вот назойливый комарик, который часто кажется квантовым объектом, будучи совершенно делокализованным по комнате. Имеет массу 1 мг, может двигаться скоростью 1 м в секунду. Длина волны Дебройля для комара. Постоянная планка делить на МВ. Постоянная планка 6 на 10 минус 34. Масса миллиграмм 10 минус 6 килограмма, скорость 1 м в секунду. Получается порядок длинной волны 10 в минус 27 метра. Настолько ничтожно, что, конечно, для макроскопического объекта, для комара, никаких волновых свойств наблюдать невозможно. Но квантовая механика это механика микромира. Это механика частиц, механика электронов, протонов, ядер, атомов. И вот в микромире масса становится еще меньше. Масса входит в знаменатель этой дроби. Соответственно, длины волн станут больше. И, возможно, мы получим какие-то ответы, лежащие уже в достижимой области длины. Рассмотрим пример из микромира. Рассмотрим электрон, прошедший разность потенциала в 100 вольт. То есть электрон, имеющий энергию 100 электрон вольт. Это не релятивистский электрон, конечно же. Его длина волны Дебройля, h на mv. Импульс mv, это корень из 2m на энергию, на еу. Подставляем 6 на 10 минус 3 четвертый в числителе. 2 масса, тут все вычисления все идут, поэтому 10 минус 30 килограмма масса электрона. 1,6 на 10 минус 19 электрон вольт в джоулях. 100 вольт после вычисления получается масштаб 10 минус 10 метра, один экстрем. Это масштаб размера атома, масштаб межатомного расстояния в кристалле, в молекуле. И таким образом у нас возникает способ найти дифракционную решетку, на которой изучать дифракцию таких волн. Если эту волну электронов направить на кристалл, в котором расстояние между атомами измеряется тоже несколькими экстремами, то расстояние между этими атомами, период решетки окажется сравнимо с длиной волны. И как и в оптике, мы можем ожидать возникновения заметной дифракции с отклонениями на большие углы. Одно усложнение по сравнению с привычной нам дифракционной решеткой, это кристалл трехмерен. В нем атомы расположены в трехмерной решетке, а не в одномерной решетке чередования полосок темных и полосок светлых, как в простой дифракционной решетке. Дифракция на трехмерной решетке – процесс более сложный математически, у него есть простая геометрическая интерпретация, называемая условием Брега-Вульфа. В кристалле можно выбрать много эквивалентных плоскостей, которые проходят через узлы кристалла, через атомы кристалла одинаковым образом. Вот здесь для примера нарисована двумерная квадратная решетка, в узлах нарисованы атомы на этой двумерной решетке, и проведены разноцветные пары эквивалентных прямых. Тут двумерная иллюстрация, а не трехмерная. Горизонтальные две прямые, они абсолютно одинаковые, они одинаковым образом рассекают этот кристалл. Если кристалл бесконечный, мы не можем сказать, чем отличается одна от другой. Могут идти под углом каким-то, под другим углом. То же самое может быть в трехмерном мире. Мы можем провести много плоскостей, которые одинаково рассекают кристалл, просто смещены друг относительно друга, но все время повторяемым образом проходят через узлы решетки этого кристалла. В рамках условия Брага-Вульфа используется естественное предположение, что каждая такая плоскость одинаково рассеивает падающую на нее электромагнитную волну. Поэтому если эта волна падает на такие чередующиеся, одинаково рассеивающие, причем слабо отражающие, поэтому волна, проникая вглубь этой стопки плоскостей, затухает слабо, и от каждой плоскости рассеивается волна одной и той же амплитуды. Если волна падает на такую стопку параллельных эквивалентных плоскостей под углом скольжения θ, то две волны, рассеянных от первого и второго слоя этой стопки, имеют небольшую разность фаз, выделенные на этом рисунке красным, вот вблизи этого уголка. Ее можно почитать просто геометрически. Это разность хода лучей равна 2d на sin θ, где θ — угол скольжения, а d — расстояние между плоскостями, и это расстояние разное для разных плоскостей кристалла. Расстояние между вот этими двумя плоскостями, например, самое большое на моем рисунке, а расстояние между красными плоскостями, это перпендикулярно пройденное между ними, самое маленькое. 2d sin θ — это разность хода лучей, рассеянных с двумя соседними плоскостями. Для возникновения конструктивной интерференции, для усиления такого рассеянного луча, необходимо, чтобы эта разность хода была равна целому числу длинбол. Возникает условие Брега-Вульфа. 2d sin θ равно n λ. Это условие верно для любых волн, рассеяющихся на кристаллах, в частности, для электромагнитных волн рентгеновского диапазона, и к моменту выполнения опытов, про которые пойдет речь позже, уже было прекрасно известно, что действительно электромагнитные волны с длиной волны около ангстрема, это волны рентгеновского диапазона с энергией кванта в десяток килоэлектронвольт, дифрагируют на трехмерных кристаллах возникающие дифракционные картины, возникающие направления, в которых усиливается рассеянная волна, подчиняются этому условию Брега-Вульфа. Отсюда можно решить, например, обратную задачу и установить, как расположен атом внутри кристалла. Значит, методика есть, есть дифракционная решетка, кристалл, мы знаем, как дифрагирует волна на кристалле, есть гипотеза Дебройля, которая предсказывает, что поток обычных частиц будет проявлять себя как некоторая волна, остается это проверить. Эта проверка дифракционных свойств частиц была сделана во многих опытах, но мы рассмотрим только самые важные из них, важные либо исторически, либо по полученному результату. Первый из рассмотренных опытов, это опыты Дэвисона Гермера, опыты по дифракции электронов на монокристалле никеля. Дэвисон и Гермер использовали электроны с маленькой энергии, с относительно маленькой энергии, с энергии около 100 электрон-вольт. Как мы уже получили в оценке выше, электрон с энергией 100 электрон-вольт имеет длину волны Дебройля около 1 ангстрема, то есть эта длина волны сравнима с межатомным расстоянием, поэтому мы ожидаем, что будет дифракция на большой угол. Длина волны порядка периода дифракционной решетки. В опытах Дэвисона и Гермера использовалась следующая схема. Кристалл никеля известной структуры, известно как сориентированный. Эти все сведения можно было взять из проделанных дополнительных опытов по дифракции рентгеновских лучей, методика, которая к тому моменту была уже достаточно хорошо отработана. На известную грань этого кристалла направлялся из электронной пушки пучок электронов, а под некоторым углом к направлению падения устанавливался гальванометр, принимающий рассеянные электроны. Измерялся фактически ток, который течет в этот гальванометр. Сколько электронов залетает после рассеяния в этот гальванометр? Пушка выпускает электроны, они рассеиваются. Мы знаем, как сориентирован кристалл, мы знаем, как в нем устроены вот эти вот эквивалентные плоскости. Поэтому мы знаем, что на заданный угол отклонения, который соответствует какому-то углу скольжения на вот эти вот плоскости в кристалле, пучок электронов будет отклоняться только тогда, когда его длина волны для интерференции в первом порядке, у нас длина волны большая, поэтому мы наблюдаем гарантированную интерференцию с малым порядком интерференции. Отклонение на эту углу будет наблюдаем только тогда, когда лямбда равно некоторой конкретной величине. То есть, если я увижу, что у меня электроны интенсивно рассеиваются в гальванометр, установленный под известным углом бета, я могу сказать, какой длине волны соответствует рассеяние. Вот на этой серии рисунков показана полярная диаграмма того, как ток меняется от положения детектора, от положения гальванометра, просто каждая точка, тот угол, под которым она находится относительно начала координат, это как раз угол, на который был повернут детектор. Видно, что в некотором направлении наблюдается рост тока, и амплитуда тока в этом направлении роста зависит от того напряжения, которое было приложено к электронам при ускорении. В частности, для данной серии опытов, для данного угла отклонения, наиболее активно электроны рассеивались в заданном направлении, вот под этим углом, при ускоряющем напряжении 54 вольта, то есть при энергии 54 вольта. Таким образом, мы знаем, какая длина волны должна быть у этих электронов, зная структуру кристалла. Длину волны знаем из угла отклонения, ускоряющую энергию знаем из постановки опыта. Чтобы подтвердить гипотезу Дебройля, необходимо проверить верность соотношения, что лямбда обратно пропорционально корню из напряжения, а коэффициент здесь это постоянная планка и корень из 2 ме. Повторив этот опыт много раз для разных ориентаций кристалла, Девисон и Гермер получили вот такой вот замечательный график, это зависимость длины волны, которая должна быть у электронов, чтобы наблюдалась дифракция под нужным углом, от обратного корня из напряжения, ускоряющего электроны. Этот график имеет вид прямой в полном соответствии с моделью Дебройля. Точки — это экспериментальные данные, прямая — это прямая, проведенная без подгоночных параметров, просто с поставленными мировыми константами. Постоянная планка, масса электрона, заряд электрона. Таким образом, опыт Девисона и Гермера полностью подтверждает модель Дебройля. Действительно, электроны обладают волновыми свойствами и демонстрируют дифракцию на трёхмерной решётке кристалла никеля, на периодической трёхмерной структуре кристалла никеля. Второй классический опыт — это опыт Томпсона. Надо заметить, что этот Томпсон — это не тот Томпсон, который открыл электрон, не знаменитый Джи Джи Томпсон, который открыл электроны, стоял у основов атомной физики, а это его сын. Это семейная династия физиков и нобелевских лауреатов. Джи Джи Томпсон получил Нобелевскую премию за открытие электрона, а его сын Пи Джей Томпсон получил Нобелевскую премию совместно с Девисоном за открытие дифракции электронов. Томпсон делал немножко другой опыт. Он использовал электроны больше энергии, с энергии около 10 кВт. Длина волны Дебуроле для таких электронов, если подставить все константы 12-25 ангстрем, полетить на корень из энергии в электронвольтах, если энергия 10 кВт, то длина волны получается 1 десятая ангстрема. Длина волны уже много меньше, чем межатомное расстояние. Поэтому дифракция, отклонения будут на небольшие углы и могут наблюдаться не только первые, но и следующие порядки интерференций. Кроме этого, Дэвисон и Гермер ставили опыт на отражение от куска никеля, на отражение от кристалла, а Томпсон просвечивал тонкую фольгу из разных материалов. Данный рисунок это просвечивание фольги из золота. Электронная пушка испускает электроны на фольгу из золота, а фотопластинка, расположенная за этой фольгой, показывает, что кроме центрального пятна, соответствующего тем электронам, которые эту микронной толщины фольгу пробили и пролетели без отклонений, демонстрирует еще и набор концентрических колец вокруг центрального пятна. Почему возникают кольца? В опыте Томпсона использовалась золотая фольга, она не является кристаллом, она является, как говорят, поликристаллом. В ней много маленьких кристалликов, которые хаотично сориентированы друг относительно друга. То есть у нас там есть кристаллики всевозможных ориентаций, какие только возможны. Для данной длины волны мы можем представить условия Брега-Вульфа, для 2d sin θ равно n λ, найти, например, для первого порядка дифракции, какие должны быть углы скольжения для выбранного набора плоскостей в кристалле, чтобы возникли конструктивные интерференции рассеянных волн. Мы таким образом можем найти угол, под которым волна падает на плоскости кристалла. Но это угол между волной и плоскостью. Он не меняется при повороте этой плоскости вокруг вектора падения волны. По этой причине рассеянные волны могут рассеяться на этот угол направо, налево, вверх, вниз, любым образом повернутым относительно падающего пучка. Поэтому картина дифракции оказывается в данном случае картиной концентрических колец, происходящих из по-разному сориентированных кристаллитиков в облучаемой золотой фольге. При этом измеряемым параметром оказывается радиус этих колец, которые в итоге оказываются опять связаны с длиной волны электрона, и опыта Томпсона также полностью подтверждают гипотезу Дебройля. Наблюдаемая картина дифракции полностью соответствует тому, что на эту золотую фольгу падают не классические частицы, а некоторые волны, длина волны которых лямбда равно постоянной планкой, делить на импульс частицы. И, наконец, третий эксперимент, связанный с дифракцией, точнее с интерференцией, это опыт типа опыта Юнга с электронами. Опыт Юнга, опыт с двумя щелями. Здесь я хочу показать одну вариацию этого опыта, сделанную относительно недавно, в конце 80-х годов, и эта вариация опыта интересна тем, что в ней использовался очень маленький поток электронов. Электроны шли с интенсивностью примерно 1000 электронов в секунду, то есть экспериментальную установку электроны пролетали поодиночке. Поток электронов был очень редкий, электроны летели буквально по одному. Опыт с двумя щелями здесь реализован был, ну не совсем с двумя щелями, здесь был реализован аналог оптического опыта по интерференции на бипризме Френеля. В качестве бипризма Френеля для электронов используется вот такая вот конструкция. Пучок электронов проходил через систему электродов. Центральная проволочка, на которой подавался положительный потенциал, и два электрода по бокам, на которые подавался отрицательный потенциал. Электрон, отрицательная заряженная частичка, пролетая мимо этой проволочки, притягивается к ней и отклоняется в сторону проволочки. Электрон, пролетающий справа от проволочки, отклоняется влево, электрон, пролетающий слева от проволочки, отклоняется вправо. И таким образом на экране, на детекторе, находящимся под этой электронной бипризмой, пучки электронов, проходящие справа от проволочки и слева от проволочки, будут пересекаться. Такая вот электронная бипризма была вставлена в схему обычного электронного микроскопа, где электронами можно управлять, ускоряя их, направляя их движения разными электрическими магнитными линзами. И при маленькой интенсивности пучка электронов наблюдалось, как же электроны будут прилетать на экран, расположенный после этой электронной бипризмы. Еще раз подчеркиваю, интенсивность пучка электронов настолько мала, что электроны летят по одиночке через эту систему. Давайте посмотрим короткое видео, которое показывает, что видели физики на этом экране. Видео короткое, но на самом деле это сильно сжатое видео, реальный эксперимент длился порядка часа, а мы увидим все интересное примерно за минуту. Вот возникающие точки, это одинокие электроны, попадающие на экран. И пока мы видим, что эти точки возникают совершенно хаотично. Каждый очередной электрон, выпущенный электронной пушкой электронного микроскопа, пролетает через всю фокусирующую систему, пролетает через бипризму, прилетает куда-то на экран. Вроде бы ничего интересного не происходит. Получается вот такая равномерное замазывание плоскости детектора. Но если провести терпение и подождать, то мы увидим, что в расположении этих точек потихонечку начнет возникать некоторая система. Вот прошло некоторое время, и мы видим, что на фоне равномерной засветки экрана начинают проявляться более яркие полосы, где густота попадания электронов больше, а между ними более темные полосы, где электроны попадали реже. И, наконец, возникла дифракционная картина, характерная для оптического опыта с бипризмой Френеля. Чередование светлых и темных полос. Возникла интерференция этих электронных волн. То есть, опять, опыт, аналог опыта с бипризмой Френеля, аналог опыта типа опыта Юнга с двумя щелями, подтверждает наличие электронов волновых свойств. Но у этого конкретного опыта есть еще одно важное следствие. Опыт был проделан для электронов, которые летели поодиночке. Поток электронов был очень маленький. Поэтому в этом опыте электроны интерферировали не друг с другом, а каждый электрон интерферировал сам с собой. Волна одного электрона одновременно огибала нашу проволочку и слева, и справа. Эти две волны суммировались на детекторе. С некоторой вероятностью возникала точка на детекторе, расположенная где-то. И по мере накопления статистики, а квантовая механика всегда механика вероятности, и только накопив достаточную статистику, можно сказать, что все-таки произошло. Мы увидели, что распределение вероятности обнаружить электрон на детекторе, та самая яркость полос на нашем экране, приобрела некоторую регулярную зависимость. То есть электрон сам по себе, обладая некоторыми волновыми свойствами, обладает, как мы теперь знаем, волновой функцией. Волновое свойство — это не свойство потока электронов, это свойство одного отдельного электрона. И этот электрон, интерферируя сам с собой при прохождении такой вот неоднородной системы типа бипризма Френеля, интерферирует сам с собой и дает интерферационную картину на детекторе. На этом все про гипотезу Дебройля и ее экспериментальные подтверждения из области дифракции частиц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok